Что же ждет женщину при обращении к гинекологу в нашей Ильинской больнице? Особенностью нашего отделения является то, что прием ведут высококвалифицированные хирурги-гинекологи и онкологи, которые при выявлении каких-либо проблем в вашей женской сфере смогут сразу принять решение о необходимости оперативного вмешательства в нужном вам объеме и самостоятельно его провести в кратчайшие сроки, не передавая вас из рук в руки других специалистов. Как же выглядит обычный прием нашего врача? Первым делом доктор подробно расспрашивает о ваших жалобах, если, конечно, они есть. Подробно узнает весь ваш анамнез, сколько у вас было родов, чем вы болели раньше. Мы всегда пристально следим за проведением адекватного и своевременного скрининга на заболевания шейки матки. Почему же это особенно важно? Потому что заболеваемость раком шейки матки в нашей стране неуклонно растет, а в наших силах это предотвратить. Сегодня нам точно известно, что рак шейки матки вызывается вирусом папиллома человека высокого онкогенного типа, который передается только половым путем и очень сегодня распространен. Без вируса рак шейки не развивается. Но, к сожалению, наверное, практически каждая женщина с ним в жизни сталкивается. Но хорошая новость заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев иммунитет человека способен самостоятельно справиться с этим вирусом и элиминировать его из организма без каких-либо последствий. Но в небольшом проценте женщин этого по каким-то причинам не происходит. И тогда вирус начинает активно проникать в клетки шейки матки, делиться там и повреждать их, приводя к развитию в шейке предраковых заболеваний дисплазии. И в конечном итоге приведет к развитию и самого рака шейки матки. По множественным исследованиям обычно этот процесс занимает несколько лет. И при регулярном посещении женщины-врача-гинеколога эти изменения всегда можно диагностировать на ранних этапах. Именно поэтому каждая женщина при регулярном наблюдении у врача-гинеколога подвергается скрининговому обследованию на заболевания шейки матки с котестированием на вирус папиллома человека высокого онкогенного риска. И, конечно, каждый осмотр женщины-врачом-гинеколога в нашем отделении сопровождается обязательным ультразвуковым исследованием, потому что очень много патологий репродуктивной системы можно диагностировать только по УЗИ.